Дамы и господа, утро бодрое вам и нам тоже. Нам тоже, да. Видите, на мне одета моя барсетка-путешественница. Я думаю, что вы сразу все догадались по этому жесткому луку, что мы снова где-то путешествуем. А где мы путешествуем, Макарина Финна? Мы сегодня в Вене. К нам присоединится, вернее, то есть мы присоединяемся к нашей подруге, которую вы уже видели. Она приезжала в Мюнхен, Марина, из Одессы. Одесса, мама. Она уже приехала и вчера стусила без нас. Слышь такая, что ли? Вот, сегодня мы приехали на автобусе из Мюнхена. И ночью выдалась, мы ехали в ночь. А, ты развязывали в ночь. И ночью выдалась, мягко говоря, серьезно тяжелая. Мы обычно ездим хорошо, мы довольно обычно поездками на автобусах. Это был Феликсбус, там обычно есть интернет, все, ВВЛАН. А в этот раз в Фринсе тоже было, но было почему-то жутко холодно. И весь автобус был в мексиканцах. Вы меня, конечно... Мексиканцы все эмигрируют в Вену, ребята. Все просто, весь автобус иммигрантов. У нас вечно какие-то российские непонятки происходят в путешествиях. Ну, реально, это просто был какой-то капец. Они орали всю дорогу. А молодой, который рядом с нами сидел, какался. А молодой, он так на скидку лет пять в подгузниках какался. А еще все они были в таких шляпах, сомбреро. И такие ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лучше бы они это делали, честно говоря. В общем, да. Тяжело, как там они выспавшиеся. И сегодня передавала прогноз, какой-то дикий ветер. Ну, вы видите, вот моя роскошная шевелюра улетает. Мы медленные съемки сделаем. Вот. Мы, кстати, остановились там же, где в прошлый раз останавливались, когда у Вадима была. Это тайная информация, я не буду тогда рассказывать. В общем, мы здесь уже были и останавливались в том же месте, где и сейчас. В общем, друзья, какие у нас сегодня планы. Мы просто, почему мы вообще в Вене? В Вене мы просто хотим потусить, погулять, смотреть город, потому что мы уже были здесь несколько раз. Два. Два раза, да? Ну, если считай, даже полтора. Я уже побольше здесь был раз. И так ни разу ничего. Где-то тут было? И так ни разу ничего мы и не записали в Вене. А Вена вообще чудесный город. Имеет смысл про него снять видео, друзья. Так что оставайтесь с нами. Будет весело. Будем бродить с нами по Вене. Да, мы запланировали парочку интересных вещей. Да. И даже забронировали в них места. Поэтому... Рок-аджал! Ну, как-то я пойду одну. Мы ворвались к Марине. Пока нас полагали, взломали дверь. Да, и расположились у нее. Теперь мы будем жить здесь. Мохохо. Смотри, снимай обязательно шкаф. Мне просто нравится настолько утварь. Мне кажется, что здесь утварь, а не мебель. Вот тут реально утварь, да. Тут все-таки тут музейные экспонаты. Ну да. А вот смотрите, тут винишка у нас тоже будет. Комплимент. И два стаканчика, да. Еще не могу, если пластинцы, действительно музейные экспонаты. Шао Плоренц. Как он тут у телевизора? Тердыня. Смотрите, а здесь можно бельишка посушить. Вот и местная сушить. А мы? А мы вот здесь были в прошлом году. В общем, позади нас находится здание Венской оперы. Это было первое здание, которое здесь было построено на ринге, в знаменитом Венском ринге. В 1869 году давали моцартовского Дон-Джуана. Такое же значение имело и первое представление, которое состоялось здесь после реконструкции в 1955 году. Шрапа ныне занимает совершенно уникальное место в городе. И в стране она находится на государственном финансировании. И поговаривают, что бюджет ее больше, чем бюджет австрийской армии. В общем, здесь проходят венские балы знаменитые. И можно за несколько евро просто постоять послушать знаменитую венскую оперу. И нет, отсюда ничего не демонстрируется. Обычно Новый год тоже проходят оперные арии. Возможно, они тоже здесь на Новый год происходят. Но неизвестно. Вон, смотрите. Друзья, вот мы и находимся на этом легендарном наш маркете в сердце Вены. Всякие ништяки пришли пробовать. Да, тут, в общем, гигантский блошиный рынок. И также очень много разных... Не только блошиный. Не только блошиный. По рынок с едой, с идентическими фруктами, с различными вкусняшками. А блошиный там по субботу. Да. Ну, сегодня суббота. Мы надеемся застать еще и блошиный рынок. А сейчас мы будем... О, там еще пахлава просто турецкая. Много пчел, да. Ну, в общем, в целом, друзья, здесь очень интересные, экзотические, необычные товары. Наряду с обычными товарами. Но здесь можно что только не купить, в общем. Всякие арабские, не знаю, там, итальянские, испанские и всяких других разных народностей. Вас сейчас разводят. Да-да, понятно. Русский говорит. Говорим. Немножко. Давайте говорим. Рыба. Вау. Худок, такой странный, не знаю, булочка-карман. Да-да, вот это. Вау, такие, я так никогда еще не видел настолько разноцветных, разнообразных оливок. О, да. Классно. Красные, я должна показать. Их, наверное, подкрасили, надо полагать. Арабские сладости разные. Турецкие. Коклава, турецкие, да. Коклава различных сортов и видов. Очень красиво. И аппетитно. Сюда вообще голодно, друзья, приходить просто нельзя. Потому что иначе это все плохо кончится. Вы лишитесь месячной зарплаты. Макароны. Или макарони, как их так называют. Опять же, очень много именно ориентайской кухни. Спасибо. Интересные штучки с маком муки. Ммм, да, хумус. Хумус. Блин, это так бежевый, вкусненький, он, наверное, вкусненький. Я думаю, да, вот очень много. Венские, венские, что искали. Вот они, вот они, эти самые, легендарные венские булочки, которых мы так давно искали. Девчата решили попробовать одну из таких прекрасных штучек. Девчата решили попробовать одну из таких прекрасных штучек. Друзья, я вам скажу очень важную мудрость, мы только сейчас это распознали, что здесь, да, что здесь, короче, можно вообще не покупать еду, здесь просто идешь, и тебе постоянно чем-то угощают, кормят. Ты можешь просто наесться, просто ходя здесь. Устала. Я уже устала есть, я устала есть. Короче, Девак сказала, типа, у нас у тебя две подружки, тебе нужно взять протеин. Вообще, сразу вставила, так, кроме? Ты поняла, Марин, вообще, да? Она сказала, у тебя две подружки, тебе нужно много сил и протеина, типа, чтобы ты сейс-с машиной была. Как тебя зовут? Спасибо. Хорошо. Смотри. И когда придешь при меня, сегодня 20% минус я на тебя с ней работаю. Хорошо? Действительно, Вера. Какой коль, да? Спасибо. Красавица. Друзья, мы по-прежнему на рынке. Тут интересненько. Не тормози. Ну, естественно, куда мы без Азии и без кокосов. В центре, в центре Вены. В центре Вены. Сейчас влупим по кокосу. Расскажи нам, что ты думаешь по поводу кокоса? Давай, я сначала попробую. Давай. Великий кокос. Очень насыщенный вкус. Вообще, отличается жутко от того, который я пробовала в Индии. Потому что, в этом вкус очень насыщенный и... Я слышал, что здесь венские кокосы благословляют кокосовый бог. Что ты по этому поводу думаешь? Я вообще ничего по этому поводу не думаю. Мне кажется, вени не растут кокоса. В общем, друзья, в конце вот этого вот... ...рыночка с продуктами, питанием и все такое... ...здесь есть еще и блошиный рынок. Здесь можно купить все, что угодно вообще. Какие-то старые раритеты какой-нибудь, я не знаю. Старинный утварь. Все какое-то очень древнее. В общем, Лиса нашла такое интересное место. Оно какое-то такое, типа, веганское эко... ...со всеми там прибамбасами. Всякие смузики здесь подаются. У них даже кофе с нормальным молоком нет. У них только есть кофе с каким-нибудь там миндальным молоком... ...или там, не знаю, с кокосово-рисовым и все такое прочее. И Лиса себе заказала еще помимо кофе... ...такой, типа, вкусняшку, что ли. Такой мюсли-болл, да. Ну, они тут маленькие, кстати. У нас такие большие, прям добротные, в white-white milk. Ну, да. Ну, в общем, такие эко-зомби мы. Мы вкушаем эти вкусняшки, мы не знаем, правда, как они называются. Я не знаю, с чем она. Давайте. Покажите другую. Да, я вам покажу. Давайте устроим другую сюрприз, друзья. Венские какие-то... Венская булочка. Булочки. Со вкусом... Двора для абрикоса. Дабрикосы, да? Да, дадим. Что? Марина... У меня явный мак. Явный мак. Явный мак. Очень вкусно. Но мак перемешан, наверное, с каким-то сиропом, поэтому... Мак тут чувствуется только на зуб, а так... Сладость, сладость, сладость. Ну, любителям не очень сладко. Сиропа вряд ли, наверное, зайдет. Так, а я сейчас... Грызу себе эту. Вишня. 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 Ну, это зимняя вишня, да. А ну, Вадим. На. Вот так мило, спасибо большое. Попробуй. Можно? Как? Ты даже здесь сначала скажи свою фи. Фи. Отлично. Скажи свою фи. Теперь ты говори фи. Мак, друзья. Вот это да. Мак пока что... Офигенности. У меня, кстати, такое. Как будто с ароматизатором просто. Мак отлично вообще, просто. Маков президента. Чтобы пошли есть. Усюляй. Ладно, пока девчата там смотрят какие-то фотографии, непонятно. Давайте посмотрим, что нам вкусненького сделали. Нам сделали какой-то кофеек с миндальным молоком. Лисина такая штучка, это как фруктовое пюре. Вот это не бросай. Фруктовое пюре с разными там фруктами и ягодками. И чия, и что там только нет. И вот мой кофеек. Маленький, правда. Это был когда-то кофе с рисово-кокосовым молоком. Честно, с миндалем даже с миндальным молоком не чувствуется. Обычно, когда я пью у нас в Одессе кофе с миндальным молоком, он прям чувствуется. Он просто встречает здесь, где сахара. Друзья, мы пришли в какой-то современный музейный квартал. Он называется музейным кварталом из-за того, что находится как минимум три самых известных музея. Музей Леопорно, в котором самая большая коллекция Шиле и Климте находится. Музей современный какой-то, по-моему. И... Ой, ну детский есть музей. О, ослепило, ослепило. И что там, третье? Детский музей. Детский музей? Ну, какой-то интерактивный, по-моему, как бы, говоря. Но вообще тут собирается богема, потому что, ну, всякие граффити, он смотрит какие-то... Богема и граффити, мне кажется, это как-то не соответствует. Наоборот, слушай, богема... Ты имеешь в виду как современная богема? Творческая... Творческая богема. Люди, музыканты, артисты. Студенты, короче. Да, это, кстати, очень, да, духовочное студенческое мероприятие. Да, 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 да. Съемки вообще отлично. Он еще... Он снимает, ждет, пока она снова вот так вот поднимется. В общем, друзья, мы пока Лисы видим, там внизу сидит, меняет объектив. Марина пошла, мы ее отправили в музей. Она сама отправилась. Да. Она культурно просвещается, в то время как мы праздно-шатаемся. Мы праздно-шатаемся, снимаем видео. И сейчас, как обычно, у нас уже любимая тема, это подмузочку. Мы сейчас вам запустим красоты города, чтобы вы тоже насладились, посмотрели, что здесь есть, как здесь все выглядит. Я думаю, ну, мне нравится всегда смотреть видео. Мне нравится всегда смотреть видео, где можно увидеть город, какую-нибудь, может, музыку и просто поглазеть. Исторические всякие вещи вы можете сами из интернета узнать, зачем мы будем напрягать с этими фактами, что, где, когда построилось. Ну, мы немножко что-то где-то расскажем. Да, да, просто это слишком много информации, лучше как раз ту посмотреть. Если вам нравится, то вы уже узнаете историю. Ну, и просто проникнуть в атмосферу города. Ну, да. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А куда ты собрался билетики покупать? Молодой чему дам? Да, мы едем в музей Зигмунда Фрейда, друзья. Что нам бросилось в глаза, конечно, то, что здесь в Вене очень-очень много русских. Русскоязычных? Русскоязычных, да. Мне кажется, как-то тут больше эта дисперация, чем нет в Вене. Ну, вот он, музей Зигмунда. Друзья, вот мы и зашли в квартиру, бывшую квартиру Зигмунда Фрейда, где он творил, лечил колечки и принимал наркотики. Ну, мы сейчас попытаемся найти еще баночку с кокаином. Баночку с кокаином. Ага, ищем баночку с кокаином. Это квест дня сегодня. В принципе, это просто квартира с какой-то утварью и, например, его записями. Здесь очень много интересной информации по поводу его работы, его творений, допустим, его учеников. И просто информация о том, как он жил и что он делал. Это очень, в принципе, интересный музей. Вот такой план квартиры. Вот мы сюда зашли. Мы сейчас находимся в комнате Lecture and Exhibition Hall. Ну, в общем, комната страха переводится. Да, честно, мне очень хотелось бы попасть в комнату Анны Фрейд. Анна Фрейд – это дочка Зигмунда Фрейда, которая и сделала этот музей. Да. С 1884 по 1885 Фрейд изучает медицинский эффект кокаина. И в 86-м, когда он, видимо, уже закончил изучать эффект кокаина, он женился. И на протяжении 10, наверное, лет у них родилось 6 детей. Кокаинщиков. Да. И потом уже Фрейд начал после рождения 6 детей практиковать как врач-психиатр. И удивительно. Здесь много, очень похож. Здесь много личных фотографий Фрейда, его в кругу семьи. А что, евреи неприятны, что ли? Можно пройтись по всем этим комнатам и прочитать в оригинале различные тексты. Можно увидеть, прочувствовать взаимоотношения между, ну, между детьми или просто в семье Фрейдов. И очень много интересной информации подчеркнуть. Можно даже интерпретировать какие-то определенные вещи в взаимоотношениях. Видно было, какое-то определенное напряжение, может быть, даже что-то публичное. То есть, как будто у них отношения были не личные, а интимные. Как-то они как-то на публику, мне кажется, работали, писали свои тексты. Видимо, известность имеет свою цену. И люди перестают вести себя естественно. Судя по всему, он был большим любителем, был интеллектуалом, был большим любителем истории. Собирал различные античные артефакты. Ой, да какой-то политический символ. Ну, тут неудрено, конечно. Хотя, может, все это красиво. Так, друзья. Так как нам не заплатили за мнение, поэтому, скажем, честное мнение. В общем, честно могу сказать, мне лично музей понравился. Но он не стоит 12 евро. Он не стоит 12 евро. Да, цена очень дорогая. Лиса прошла бесплатно. Ты прошла тормот, когда там было в цену. Бесплатно, из-за венок в пас. Да. Я заплатил 12 евро. В принципе, я не жалею. Но, на мой взгляд, в принципе, да, вы видите квартиру, какие-то артефакты из-за его прошлого. Но, мне кажется... Очень мало настоящих вещей, которые ему принадлежат. Это самое главное. Потому что в первознанном виде ничего почти не осталось. Там буквально несколько предметов, которые действительно ему принадлежали. И, честно, я не понимаю всех этих бесконечных очередей, которые... Вот мы сейчас шли, там, наверное, на линии... Я тоже не знаю, наверное, что там. Человек 20, если не больше. Вчера мы тоже не попали именно из-за того, что была огромная очередь. Музей не настолько впечатляющий для того, чтобы выстаивать такие... Единственное, что там письма, но, окей, письма я могу где-то в другом месте почесть. В интернете. Это правда. Но, в принципе, я бы хотел сказать, что... Баночки не было. В этом музее, в принципе... Мы только фотографию видели этой баночки. Я ради нее и шла в музей. В общем, я вам ощущаю личное мнение, что я не нашел это настолько плохим, как... Нет, это неплохо. Это просто какие-то нюансы, которые... Ты ожидаешь больше. Если у вас есть время, лучше рано утром, пока нет очереди, прийти, насладиться и по домам. И, в принципе, да, что мне понравилось в этом музее... В принципе, утвари, всякие предметы мне были не очень интересны. Единственное, что имеет смысл, это действительно читать, что там написано. Читать написано, потому что там действительно есть интересная информация. И интересно мне было, по крайней мере, какие-то читать письма, взаимоотношения в семье, в людей. Мне показалось, что у них была какая-то напряженная, сложная очень обстановка в семье. Мне так показалось. Мне кажется, это жуть, когда твой собственный отец воспринимает тебя как объект своего психоанализа. И потом дочь становится так же психоаналитиком. И, возможно, неизвестно вообще, что у них там происходило. Какие у них там опыты ставили. Да, какие они опыты друг с другом ставили. Возможно, где-то есть в каких-то дневниках или описаниях. Если кто-то об этом знает, скиньте, пожалуйста, потому что это очень интересно. Что бы сказал Фрейд по поводу вот этой вот мысли, вот интересной, да, которую она сейчас пропушивает? Про опыты. Я думаю, там вот так оно и было. Я думаю, многие так на одной волне со мной по этому поводу. Друзья, это дом известного, даже не знаю, как архитектора и человека искусства по имени Хунда Тваса, в переводе 100 вот. Такой вот он себе псевдоним странный выбрал. Ну, вообще был странный, чел. Ну, посмотри, что он. Но какой-то красивый он архитектурой делает. Смотрите, красивый дом. Как классно все-таки действительно вписались фельдки. Вписалась зелень сюда, да? Да. Интересно, там целое окно закрыто, там деревья, там на вот этом, на чердаке. Очень красивый там. Здорово. Раз уж мы здесь, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там есть интересненького. Ждет ли нас какое-то удивление. Шоп. На самом деле ничего интересного. На самой выставке нет. Там какие-то рисунки больше похожи на детские. Не хочу обидеть, конечно, творчество. Видите, там просто рисунки. Попробуем подняться еще чуть выше. Оранжерейка. Люди кушают. Очередная выставка. Буквально от пяти минуты ходьбы от музея. Вот второй дом. Второй дом этого же архитектора. Хундат Васса или Сто Вассер по-нашему. Ищите Хундат Васса Виллдж. И рядом будет второй дом. Сейчас давайте посмотрим. Вот это, по-моему, жилой. Заценим. Заценим вот этот вот архитектурный шедевр. Друзья, дошли мы до этого легендарного кафе Централь. Которое очень старинное. И в нем бывали всякие мега известные личности. Вот оно здесь. Ничего себе здесь очередь. Надо отдать должное, что, несмотря на мое негативное отношение к этому месту, девочка здесь очень красивая. Друзья, нас спустили. И мы сейчас посмотрим на интересную листочку здесь. Спасибо. Так, друзья. Вот наш заказ прибыл. Я заказал себе кофе с мороженым. Я штрудель. Штрудель. Штрудель с мороженком и кофе-ми лаунж. Кофе-ми лаунж. У Лисы Кайзершман. Это, не знаю даже, как это описать. Типа блинное тесто. Это как мороженое, мороженое, яичница какая-то. Потому что она очень похожая, она очень нежная. Она называется из яиц. Как блинное тесто похожее, посмотри. Вот смотрите, она очень нежная. Вот смотри, Вадим. Здесь она прям мягенькая. Очень сильно отдает яйцам. И к нему, ну вот это, понятно, присыпочка. И вот смотри. Это какой джем. Ну не джем, а как варенье. Да, подлива может быть. Это мус. Можно я подливать? Из таких кислых слив. Кислых слив, окей, хорошо. Ой, я из куми действительно очень не доела. Ой, как. Смотрите, мы взяли, я не доела. Большая была порция, мы взяли с собой. Как раз и с будем ехать домой. Так что вы можете с собой забирать, если вы не доели. Так просто. Ехать домой, я скорее всего в автобусе еще покушаю. Но я к чему хотела сказать, что Кайзершман это такая прикольная штука. Но мы объясняли. Это то, что она ела сегодня, не доела. Да, из чего она там состоит. Но почему она так называется смешно? Ну, это Кайзе, это как... Король. И история гласит, что он, короче, этот Кайзе австрийский, кушал вот эту вот еду. Король. Король. И он кушал и этот самый, и причитал, что это, короче, не может быть вкусно. И поэтому называется шмарм. Типа шмарм это типа... Ерунда. Ерунда, да. Типа корольская ерунда. А есть вторая версия, которую я слышала о том, что это кушала принцесса. И она, короче, боялась потолстеть. Она сказала, нет, я не буду кушать, потому что она слишком сладкая. Он такой, а вот шмарм, типа фигня. И начал ездить, и тебя поэтому вызвалась Кайзешина. Вот. Все. В общем, мы приехали в своего рода лунопарк, парк аттракционов. И... В общем, посмотрим, что это такое здесь. Я, можно, можно расскажу? В общем, есть информационные справочки. Два колеса обозрения есть. Есть одно старинное, которое мы, например, видим прямо перед собой. И чуть дальше более высокое и новое. Но старинное, интересное тем, что оно снималось в начале 20 века в фильме, который австрийцы очень любят, особенно те, кто живут в Вене. Называется «Третий человек». И одна из сюжетных линий как раз происходит в лунопарке. И они катаются там, главные герои, на этом колесе обозрения. Поэтому мы обязательно сегодня покатаемся на нем тоже. Вот оно, легендарное колесо обозрения, о котором нам рассказывали только что друзья. И мы, конечно же, на нем прокатимся ради вас. Не-не-не, стремь, 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 стремь. Окей. Ой, это надо полагать, военное время, разрушенная Вена. А, я думаю, это все история Вены. Скорее всего, это разные эпохи. Да, это стопудово, это разные эпохи в городе Вены. Вот оно, это колесо. Я иду! Ничего себе, индивидуальная кабинка, это круто. Вот нас ждет вагончик для простых смертных. Таком вагон для коллективного времяпрепровождения. Для массовой перевозки. Заходим. Такие здесь стремные аттракционы, я вам скажу, друзья, это просто жесть. Да, смопонент, да? Вот, прям, смотрите, надо тут херь. Когда какого имена тут столько, эти штучек? Сто... Я знаю, это звучит странно, но даже в этой штуке, стоять здесь наверху, когда она ее шатает, реально стремно. Это так высоко. Вот она, что со стыбищающего куна. Ее кабинка немножко так виляет, да? Реально, друзья, без приколов. Тут наверху, даже в этом коллективе обозрения, просто реально стремно. Так, сейчас эти чуваки должны, по идее, падать. Я не знаю, успеем ли мы заснять это свободное падение. Три сразу, боже, я бы уже вообще блевала. Все, они упали, ребята. Все, я не буду снимать низ, я дальше не буду снимать. Нет, они все, они умерли. Вадим! В канале, вот в этом, который там течет, что-то, лайк, какая-то страшная фига плавала в прошлом году, вроде. Здорово, друзья, вот снова мы. О, отлично. Я истер-ктивчик добавляю. Молодец. И мы сейчас пойдем в очень необычное место, особенное место, в ресторан. Который называется... Роллер Костер. Роллер Костер. Мы не будем говорить сразу, что-то происходит, вы все увидите сами. Это будет для вас небольшой сюрприз, и для нас тоже. Поэтому давайте, будьте готовы, пошли. Вы даете залог в ваш паспорт, потому что вам дают таблет с минимумом. А, потому что мы таблет не украли? Да. Да. Друзья, как пользоваться этой штукой? То есть, это ваше меню карта, да? Вы получаете ее. Вы помните, вы даете в залог ваш паспорт. Дальше сверху находятся разные категории. Категории блюд, да? Например, скажем, мы хотим заказать... Десерты, горячие, салаты, да? Например, мы хотим заказать жирный бургер. Мы кликаем на бургер и смотрим, что у них здесь есть. Просто свайпим. Чтоб пожирнее, да погуще. Свайпим и смотрим, что у нас может быть прикольненько. Такой тиндер. Да. Этот салат не наш. Попробуем этот салат. Нет, видите, это, короче, какая-то фигня получается. Салат 10 евро, он говорит сумму. Допустим, я его беру. А, можно выбрать вот в чем. Здесь нужно выбрать, короче говоря, чем. Я говорю, я хочу, например, с йогуртовым соусом. Цак, он мне его дал. Потом я такой нажимаю дальше. Вайтер, это дальше по-немецки. И дальше говоришь, ты хочешь немножечко булочки? Немножечко булочки. Три корочки хлеба. Я не хочу булочки. Я вообще хочу. Ну, вообще хочу, я беру булочки. Парно, я беру булочку. Три наименования, которые мы покупаем в сумму денег. А вы пить? Ну, это просто потом выпить тоже. Можем дополнительные там всякие штуки добавлять. И, короче, здесь потом вы замануете. Больштейн, это значит заказать. Я думаю, на английском есть. О, здесь можно на английском. Здесь можно приключить язык. Итальянский, по-моему, еще есть, да? Нет только английского. Русского нет. Ладно, давайте английский. Чтобы для многих, наверное, будет легче английский, чем немецкий. Короче, здесь вот видите, что вы покупаете. Здесь вы увидите заказать. А здесь вы увидите количество. Вы нажимаете на заказать. Дальше вы нажимаете заказать сейчас. Я вот так нажму. И вы увидите такая штука, да? И теперь нужно приложить вот этот девайс, напиши, где Sony, к одному из этих штук. Покажи эти штуки. К одной из этих цифр. И тогда произойдет заказ. Что-то произошло. Они выключили свет почему-то. Что все это значит? Вау. Газа-газа. Газа-газа. Горрор-коста-ресаун. Это путь, это путь, это путь, и это путь. Я уже захотела. Ставер-газа. И это шоу-тай! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok